всем привет дорогие телезрители надеюсь что не случайные все по все осознанно сюда пришли у нас сегодня собрание посвященное как стать устак разработчиком но я вам покажу часть слайдов с того как стать фронт-энд разработчиком потому что full stack это человек который работает с серверной и с клиентской частью приложения давайте сначала разберемся вообще кто мы такие что мы здесь делаем какие какие программы обучающие мы сделали и чем мы можем быть полезного меня зовут виктор богутский я в америке 2016 года я работал в некоторых больших компаниях силиконовой кремниевой долины и и вот где-то с 2001 года я полностью в школе хотя мы школу открыли в 2016 году но вот это время я думал как то так все совмещал с 2001 года я полностью в школе и это мой qr-код на связь через телеграм если у кого-то будет вопросы вы мне можете написать сообщение или голосовой оставить какие-нибудь каким-нибудь другим образом что-то что-то спросить также есть я вам покажу контакты наших менеджеров с которыми вы тоже можете общаться быстрее чем со мной это наши студенты в разные в разные годы выпускные просто собрания встречи с детьми у нас съезд решаем задачи у доски мы ориентируемся на то чтобы когда вы отучились у нас чтобы вы нашли работу поэтому наша цель сделать так чтобы вы трудоустроились это основное к чему к чему мы стремимся в этом процессе люди разные бывают даже среди наших студентов приходят совершенно разные люди и точно так же они себя по разному по разному показывают наша задача в этом всем дать вам самые качественные материалы провести вас по этому процессу и уже ваша задача находить находить работу и решать свои свои проблемы сегодняшняя встреча вот спрашивают на новичков да я буду рассказывать как можно проще чтобы меня поняли можно больше людей да и запись будет доступна до запись будет доступна мы делаем так чтобы вся все обучение закреплялась на практике и все то что вы делаете помогало вам потом найти работу это контакты наших менеджеров если вы с кем-то уже с ним общаетесь или с машей или с мариной или с лирей пожалуйста напишите они они вам ответят помогут с любыми вопросами ребята если есть вопросы до начала и какие-то предложения вы можете написать в чат либо включить микрофон и спросить голосом это нормально да мы еще кстати проводим стажировку на коммерческих проектах он не один и их несколько и вы можете даже выбрать какой вам больше нравится хорошо еще один слайд процессах про стендапы мы делаем все стендапы мы делаем все мы проводим обучение на тех же самых инструментах которые вы будете использовать в работе что очень помогает помогает из студентам и при обучении и при уже и после после трудоустройства да так ладно в общем переходим к теме у нас сегодняшняя тема про full stack но я иду сейчас по презентации для фронт-энд разработчиков и буду делать уже больше акцент на на том кто такой full stack значит у нас есть несколько профессий с помощью которых можно легче всего зайти вообще в индустрию наверное вы догадываетесь что одно из них это тестировщик вторая это фронт-энд разработчик может быть для кого-то это ux ui тоже очень такая специфичная тема специфичная не для всех сразу говорю и devops тоже тоже со своими особенностями но можно можно научиться все то что мы делаем этому всему можно научиться если вы ни разу если вы ни разу не писали никакого кода даже не не пробовали это делать то я вам рекомендую до того момента когда вы вообще это всерьез задумаетесь типа стоит ли или не стоит нужно сначала себя проверить сможете ли вы сможете ли вы это делать или нет это очень важный момент потому что мы можем сколько угодно говорить о том что насколько насколько прекрасно быть программистом насколько прекрасны и большие зарплаты и условия работы и все остальное но если вы пишут что я без звука а но если вы не не попробовали программировать то дальнейшее обсуждение они почти бесполезны звук есть ссылку скидываю с вами вам сразу кодинг точка уэс вот это наша учебная платформа мы сделали для студентов и через несколько лет пользования мы решили что наверное мы даже откроем и для публичного использования за символическую плату там есть два больших курса это джаваскрипт синтакс и кмн там внутри найдете рекомендую вам вот если вы на этом вебинаре рекомендуем вам начать с джаваскрипт синтаксиса мы очень много времени посвятили его разработке и он получился действительно хорошие курс получился хороший и помогает самым начинающим он сделан специально для начинающих чтобы вы могли до момента как только вы там решите чего там чего там у вас произойдет чтобы вы ну попробовали как как это как это работает ссылку вам скинул зарегистрируйтесь и попробуйте попробуйте несколько первых лекций в джаваскрипт синтаксис если у вас это получится и вас затянет то можете продолжать дальше даже даже внутри платформе это это недорого начинается от 49 долларов в месяц и вы учитесь по по этой системе про проходите проходите столько заданий сколько вы хотите но все это сводится к одному простому выводу начните с изучения джаваскрипта если вы хотите идти во фронтенд или full stack то вас вас вариантов немного начнете все равно с джаваскрипта джаваскрипта не с html не с ссс не с каких-либо других там пайтонов и всех остальных а именно с джаваскрипта джаваскрипт это основа фронтенда и если вы такие нет я все-таки стану full stack разработчиком хотя собственно full stack и фронтенд это примерно примерно об одном и том же разговоры то вы все равно начнете с джаваскрипта как бы вы как бы вы не хотели оттянуть сам по себе джаваскрипт несложный есть у нас люди в чате кто уже начал что-то учить джаваскрипт может быть какие-то какие-то другие языки программирования напишите в чате напишите в чате пожалуйста чувство происходит 5 андрей 5 лет опыта вне сша андрей хорошо а че умеешь уже напиши тоже интересно остальные тоже напишите а федор г я полным бывает а эливера говорит у вас уже учусь джаваскрипт курс секция 4 хотя привет прекрасно игорь джейс бегин хорошо супер да то есть 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 люди кто кто уже ты начал на тоже напишите напишите в чате что кто вы что вы какой ваш уровень чтобы я мог подстроить сегодняшний рассказ под под состояние под состояние студентов слушатели слушатели все сводится к тому что если вы начнете учить джаваскрипт хотя бы пробовать он несложный несложные сложнее потом уже другие вещи делать с ним но сам по себе язык программирования несложный а диана пишет я не знаю ничего мы тоже мы тоже когда-то не знали ничего и многие из тех кто занимается программированием сейчас какое-то время назад они этого не знают они тоже не знали у них тоже были свои вопросы проблемы но все решается еще все 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 постигается она не 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 настолько сложно федора уже предлагает я не начать вместе до андрей говорит full stack gs пич пи 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 наверное wordpress lara well потом был перерыв сейчас но джесс подтягивается хочу на рынке сражаться андрей прекрасно прекрасное желание напиши мне в телеграме если что просто просто интересно пообщаться ну как бы ты скорее всего не наш студент но мне все равно интересно что чем ну как бы может быть какие-то найдем точки соприкосновения эльвирович на джесс секция 17 а секция 14 react первый раз хорошо андрей тоже из атланта прекрасно да мы можем где-то еще даже круто сечься а вячеслав а вячеслав java script java python html css php c плюс c плюс плюс марина начала учиться на пиво прекрасно ребята но замотивированные люди замотивированные люди конечно к нам к нам приходят к нам приходят люди которые которые случайно назовем случайно случайно это не те кто ничего не знает случайные я называю тех людей кому это в общем то это и не нужно просто пришли посмотреть там и у них один единственный вопрос как вы думаете какой можете написать свои варианты и как вы думаете вариант какие какие вопросы обычно людей которые мимо проходящие напишите напишите ваша версия помимо где-то на одной волне да 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 ирина и федор прямо угадали да сколько денег сколько денег сколько денег мы заработаем еще ничего не сделал на ужас сколько денег кстати я про деньги тоже скажу мы недавно мы сегодня 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 у нас же есть некоторые студенты которые находят работу и они к этом поработают какое-то время у них в командах иногда открываются вакансии вот одного из студентов открылась такая вакансия и мы направили наших студентов но он говорит что как бы есть толковые а есть некоторые люди которые на собеседование даже вот с ним даже на собеседование с ними несли откровенную чушь просто откровенную чушь так что все сильно зависит от людей как вы это все будете делать и деньги вы получите тогда когда вы сможете себя продать открою вам тоже большой тайминг вы себя будете тоже продавать ну как как специалисты конечно и еще один момент да да сколько денег там и такой вопрос типа смогу ли виктор посмотрите на меня смогу ли я вообще без понятия сможете вы или не сможете по по фотографии это не та категория не та категория искусства где можно по фотографии определить ваше будущее вообще понятия не имею сможете ли вы потому что знаете почему потому что по опыту студентов люди которые внешне ну никак не предполагалось что они это потянут как будто бы они только там с трактора слезли а у них там через месяц уже какие-то офферы предложение повышение переезда и так дальше а есть другие случаи да когда вроде бы человек с виду с виду интеллигентного вида а на самом деле что сидит там переживает какие-то свои там таракана в голове кормит какими-то этими тормозит вот тормозит да так что по внешнему виду не скажешь а федор говорит великие люди выглядят просто незрачно да примерно как как мы очень очень пошутили хорошо хорошо короче все это вот на этом слайде чуть чуть дольше топчемся начните с дживаскрипта я вам скидал я вам скинул ссылку на на эту систему начните оттуда coding pass us вот еще раз я продублирую на всякий случай зарегистрируйтесь начните проходить живоскрипт сэкономит кучу времени это сэкономит кучу времени прежде всего вам нам не страшно у нас есть менеджеры которые которые работают целыми сутками как бы не страшно да то есть они с кем-то чуть дольше по себя а вот ваше время одно может вы можете находиться в каких-то своих иллюзиях особенно знаете как эти люди выглядят когда а вот там мои подружки или там моя моя моего там знакомого подруга жена и так дальше выучил выучилась на программиста стала программистом и уехала куда-нибудь в сан-франциско в центр города и теперь живет там в стеклянном доме и в общем доме мур делится секретами и ну примерно такая история но она 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 в вашем случае может быть может быть быть очень также похоже лучше или хуже зависит сильно от вас но начните с джаваскрипта получится программирование получится все остальное получится вся остальная история и все остальные шаги тоже будут вложиться то что я вам расскажу сегодня вы потом можете это себе сохранить чтобы чтобы через месяц два три через год через два когда вы будете на этом уровне вы сможете вернуться к этим материалам и пересмотреть а вячеслав горечас на green card началась регистрация о это хорошая новость а это хорошо да так что удачи удачи кто получит green карту ждем вас следующая новость следующая следующая технология которая вам нужна мы сейчас говорим про full stack разработчиков full stack это тот человек который знает и часть по фронтенду и часть по бэкэнду я понимаю что для вас немножко сейчас эти слова звучат очень странно и непонятно но через какое-то время вы поймете что это две команды которые строят мост каждый со своего берега просто у них разные разные технологии давай так скажем есть команды которые строят мост снизу а если команды которые строят мост сверху вот то что сверху видно всем это front and то есть то что с чем мы можем взаимодействовать на на какие кнопочки можем там всякие ползуночки поперетягивать вся эта красота которая вас видна это работа фронт разработчика. Все остальное, вся эта скрытая логика, это работа бэкэнд разработчика. Тех, кого не видно. Представьте себе, что идет какой-то спектакль, на сцене есть артисты, актеры, а это фронт-энд, это то, с чем вы можете посмотреть и вы с ними как-то взаимодействуете. А есть еще бэкэнд. Это работники бэк-офиса. Это всякие осветители, режиссеры, кто билеты продает, кто обеды доставляет и так дальше. Вот это бэкэнд. У бэкэндщиков свой мир. И если говорить про настоящий бэкэнд, про настоящий бэкэнд, то бэкэнд как первое место работы это весьма серьезное испытание. Потому что если у фронт-энда понятен стек технологий, их там раз, два, три, пять, они постоянно меняются. Каждый месяц выходит что-то новенькое, что-то свеженькое. А у бэкэнда набор технологий сильно больше, но они стабильные. Они там десятилетиями развиваются. То есть если вдруг бэкэнд-разработчик впадет к кому на 10 лет и он проснется потом, то в принципе для него сильно не изменится ничего. А если фронт-энд разработчик отвлечется на пару недель, месяц придет, и многие вещи для него будут удивительны, как много с того времени поменялось. Может быть, не месяц, но за год много всего меняется, поэтому нужно быть всегда в актуальном состоянии. Про зарплату отвечу на тех вопрос, кто Вячеслав со своей темой на грин-карту агитирует. Хорошо, да, спасибо. Может быть, кто-то хочет гараж продать, тоже скидывайте ссылки. И если вы начнете с бэкэнда, то это путь очень долгий. Прям очень долгий. Я вам рекомендую начинать, если вы даже хотите стать бэкэнд-разработчиком, начните хотя бы с фронтэнда, чтобы хоть как-то сформировать картину мира, потому что там вы будете формировать его очень долго, и выбрать из всего многообразия языков и технологий очень тяжело. Там вот если вы выбираете себе какой-то язык, типа вы берете Java, вы берете себе Postgres, вы берете себе какое-нибудь еще облако типа AWS, ну, прекрасно, вы будете жить в каком-то вот в мире этих трех китов. А кто выбрал себе какое-то другое направление, как бы у него жизнь сложится по-другому. Скорее всего, другие компании, другие проекты, другие задачи. Ну, ладно, это все лирика. Короче, начните с первая JavaScript, потом HTML, CSS. Пару дней на HTML, CSS вполне достаточно. Там на это даже вы не сможете физически потратить, хватает больше недели. Да. Следующая часть это разберитесь, как JavaScript может работать с HTML, создавать, модифицировать элементы. Это мы все говорим еще про фронт-энд, как это выглядит. И здесь важно связывать, когда вы берете какую-то одну технологию, допустим, JavaScript, потом взяли HTML, и вам нужно научить их как-то между собой работать, чтобы было какой-то смысл. И когда вы берете что-то следующее, вы пытаетесь его подсоединить к этому. И когда вы следующей частью, в принципе, даже после этого можно уже переходить и смотреть по штуке, какие у нас есть еще серверные технологии, потому что backend это про работу серверов. Может показаться сложно, может показаться страшно, типа какие-то сервера и так дальше, хакеры как в фильмах взламывают, там все проще. Вы вникнете в это. Это вопрос времени. Это вопрос времени, причем не очень большого. Вы за год должны быть уже готовы к выходу на работу. У кого-то это может быть раньше, у кого-то это может получиться и за полгода, у кого-то может и за четыре месяца, я так округляю за год, чтобы еще могли попрактиковаться. А теперь мы переходим к практике. На этом слайде я говорю уже про практику, про простые приложения. И в принципе то, что я не сказал вам в предыдущей презентации, даже когда по этим слайдам шел. Все ваше развитие, оно начинается тогда, когда вы начинаете решать проблемы реального мира. Пускай даже это проблемы реального мира, это будут проблемы вас и вашего списка покупок или допустим список друзей вашей кошки. вы хотите сделать какой-то catbook или что-то еще вроде этого. Когда вы будете решать какую-то реальную проблему, тогда вы начнете задавать правильные вопросы и у вас будет формироваться вектор вашего профессионального развития. Но хорошо, когда это все ложится на то, что вы знаете какой-нибудь язык программирования, даже в базовых вещах, даже в базовых вещах. Допустим JavaScript, вы знаете JavaScript чуть-чуть умеете читать его, умеете понимать, умеете сможете разобраться, если вдруг увидите какую-то непонятную конструкцию с помощью себя, своей памяти, может быть чата GPT, как угодно сказать, а что делает этот кусочек? А этот кусочек делает, а понятно, а как сделать, чтобы он делал это? И так попробовал, подставили, все, супер, летит, переходите дальше. То есть тогда, когда вы начнете делать простые приложения, хотите, это будут какие-то сервисы, пускай это будет просто даже одна веб-страничка, но она будет решать какую-то проблему, когда только появился интернет, и когда можно было эти все сайты клепать, что там появлялось, hello, this is my homepage, вот моя фотография, вот мой код, вот мой дом, мое пианино, велосипед и так дальше, люблю кататься на роликах и в общем посмотреть мультики, вот это все писали на своих хомпейджах, и люди публиковали, это такая была эпоха, сейчас всем неинтересно ваши хомпейджи, все хомпейджи переехали в одно известное место, в фейсбук, кто-то до сих пор остался в контакте или там в одноклассниках, но там их хомпейджи, в общем хомпейджи больше нет, бизнесы они тоже потихоньку переезжают, точнее они там давным-давно переехали в фейсбук для своего представления, фейсбук, инстаграм, потому что там сразу же аудитория есть, сразу их можно легко увидеть, но про какие-то уже решения типа список покупок для кота, вот это может быть приложение с которого вы начнете что-то делать, вы будете думать так, а как мне сделать это, как мне сделать то, и вот это очень важно в основании любого программиста это решать реальные проблемы, когда вы решаете, когда вы сам это делаете, либо в составе какой-то небольшой команды, у вас это будет сильно лучше получаться, я предлагал сделать программы с счетчиков, здесь просто кнопка плюс-минус, число, и при нажатии на кнопку число увеличивается, уменьшается, но это в качестве совсем первого предложения, мы его решаем на реакторском курсе, но вы можете сделать все, что угодно другое, вы можете начать сразу делать свою социальную сеть для любителей самокатов, как угодно, что вам нравится. это первое приложение, было второй список дел, но когда вы начнете это делать, и у вас начнут появляться следующие хотелки, типа, а давай прикрутим вот это, а давай прикрутим то, и ваш мозг начнет сам уже додумывать, вы такие просыпаетесь с утра, о, пришла новая идея, как мне, вот хотел, хочу сделать вот это, как это сделать, я, когда начал вот по такому пути идти, я очень быстро, очень быстро набрал целую, просто целый такой арсенал всяких инструментов, подходов, решений, и оно так сильно затягивало, у меня даже гитхаб, там, 17-й год, новогодний, ну, новогодний год, 31-го числа, у меня там каждый день какие-то коммиты в гитхаб, потому что мне это было интересно делать, я это, я это делал, я был увлечен этой идеей, вы уже как, вы уже как хотите, но рекомендую начать именно с проекта, так вам будет, так вам будет намного, намного проще, там всякие технологии, которые по ходу прилетают, браузерные, типа local storage, session storage, можете подключить туда какую-то другую базу данных, я просто забыл там включить сюда, называется Firebase, которая с клиента сразу взаимодействует, действует с ним, то есть любое новое добавление, вы с ним растете, то есть с добавлением каждой новой маленькой какой-то финтифлюшечки, а вот новая технология такая, а вот новый фреймворд такой, новый пакет такой, и когда вы потом приходите на собеседование, то вас спрашивают что-то, а у вас это было, у вас это было, вы через это прошли, это не какая-то, ну, вас не пытаются подловить, вас просто, с вами хотят поговорить, узнать, какой вы, какой вы человек, какой вы человек, да, так что добавляйте себе как можно больше, а если вы идете через frontend, то берите React, просто берите React и не парьтесь, есть Vue, есть Angular, к Vue у меня отдельные претензии есть, алоха, мора, а, Алексей, привет, да, да, привет еще раз, вот, если, если вы идете через frontend, берите React, Vue, своя, своя аудитория у React самая большая, не, не, не изобретайте велосипед, пробуйте, экспериментируйте с React, без React и так дальше, сломалось, все там в соплях разлетелось, ваши проекты, ну и ладно, ну и ладно, Express.js, да, да, подключайте Express.js, у меня это будет, там, все экспериментируйте, просто, экспериментируйте, стейты, пропсы, композиция между собой, когда вы будете подключать уже какие-то фреймворки дополнительные, они такие, вау, классно, работает, весело, все там красиво, светится, какие-то анимашки, все, это все добавит, добавит вам просто эмоции, какие-то новые фреймворки, потому что там, может быть, такое сложится впечатление, что вы смотрите на мир, через какую-то скважину, вы туда попадаете, и там, и там какой-то зоопарк целый начинается, и там какие-то тусовки программистов, кстати, про тусовки программистов, ходите, ищите на meetup.org или .com, как называется, найдите себе друзей, как тут, чем вам, meetup.com, да, meetup.com, зайдите туда, зарегистрируйтесь, а в каждом городе, селе, ауле есть свои meetup, зайдите, найдите и ходите туда, желательно, чтобы оффлайн, приезжайте, я первый раз, я вам расскажу про свой первый meetup, мы приехали в Сакраменто, и я такой нашел meetup, не знаю, как будто он вообще появился, кто мне порекомендовал, зашел, приехал, приехал в downtown, там люди с ноутбуками, все, что делают, и один парень приехал на такой старой развалюхе, я что-то спрашиваю, типа, где ты, я работаю в Сан-Франциско, я спрашиваю, сколько ты получаешь, он говорит, 50 баксов в час, ты знаешь, он у меня 50, я говорю, 50 баксов в час, я прихожу домой, я же говорю, я встретил человека, я говорю, я встретил человека, который получает 50 баксов в час, ты прикинь, я думаю, вау, если бы у меня было бы 50 баксов в час, да я просто, я, ну, как бы мы жили, да, это первые, мы, да, 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 как бы мы зажили тогда, я ж не знал, я ж не знал, что 50 баксов в час, это, это фактически самая низкая оплата была на тот момент, это, это было, ну, низко, я уже, я уже, как бы даже, я на первую работу устроился, там, ну, у меня была ставка сильно выше, я потом думал, блин, так оказывается, Карл Маркс и Фридрих, Фридрих Энглис это не муж и жена, это 4 разных человека, да, то есть, картинка мира, она меня, то есть, вот, я специально мой слайд показал, то есть, вы думаете, вот, одно, а там другое, и все лучше, и больше, и так дальше, там, все намного веселее, да, 104 тысячи в год, да, да, 104 тысячи в год уже посчитали, спасибо, то есть, сравнивайте, когда вы начнете работать с бэкэндом, то, вот, кстати, еще Алексей, подключился наш, наш преподаватель по, по DevOps, который мне тут, эти, алохи отправлял, я стараюсь не петросянить, очень тяжело, очень тяжело, у нас, в качестве петросяна, у нас этот, как, Иван у нас обычно, да, 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 и когда я в качестве слушателя, я как раз вот этот Иван, на самом деле, но, возвращаясь к теме, вам придется поработать с докером, постманом, Я только хотел, да, вам и докер нужен будет, и постман, и может быть какая-то облачная штука, AWS, может быть Хироку, какие-нибудь еще обертки вокруг Амазона, потому что Хироку обертка вокруг Амазона, по большому счету со своими хорошими штучками, но тем не менее. И вот в этот момент, когда вы уже будете это делать, то каждый раз, когда вы ставите себе задачу, хочу сделать, а давай-ка сделаем базу данных, а как сделать, а какую базу данных выбрать, и вы начнете, а какую базу данных выбрать, вы забудете себе этот вопрос, начнете искать на него ответ, получите два варианта, допустим, реляционная, нереационная, а что, в чем разница, вот в этом, а почему тогда они существуют, и начнется, вы начнете это думать, и вы не будете это вспоминать из каких-то лекций, Выходили из категории, а нас учили в университете, такого не будет, потому что в принципе всех, кто занимается разработкой, у них нет таких фраз, а нас учили в университете, а у них есть конкретный опыт и какие-то конкретные воспоминания, как он это делал, как он это искал, почему он выбрал одно, а не другое. В каких случаях лучше одно, другое, посмотрели, покопались на форумах, выбрали что-то, попробовали, полетело, хорошо, не полетело, пнуло, пнули, как бы если пнули, не полетело, взяли, выкинули другое, следующее, и так вы будете развиваться. В том числе, как бэкэнд-разработчик, вы будете развиваться тогда, когда будете решать какие-то проблемы. Просто если вы будете начинать сразу как бэкэнд-разработчик, то нам нужно понять, для кого вы это делаете, эту работу, то есть кто потребитель этих данных, которые будете предоставлять. Скорее всего, это должен быть какой-то интерфейс, да. Да, либо написали свой велосипед, а потом прошла неделя, увидели, что уже такой кто-то, кто-то уже такое сделал и лучше, чем вы. Так что я эти велосипеды стараюсь не писать. Кстати, вот для девопса, я думаю, что это вполне жизненная ситуация, там поле непаханное. Просто поле непаханное, насколько можно все сделать, правда же? Ну, в случае с девопсом, там все очень интересно, там и весело, и печально с каждой стороны. Весело в том плане, что на самом деле такой зоопарк инструментов, наверное, раз в 10 больше, чем у девелоперов. А с другой стороны, у каждого инструмента есть кривые конфигурации с кучей багов. И по сути, ты пользуешься инструментом, находишь в нем косяки, и сам идешь эти же косяки и исправляешь. То есть велосипед изобретать не нужно, но допиливать его приходится периодически. Но как бы это не является основной задачей девопса. Ему дали в руки лопату, он пошел ее копать. А заточенная она или нет, это уже можно выяснить потом. Вы с ним вечером. Примерно так. Тут Вячеслав пишет, давай попробую зачитать. Я недавно встретил знакомого, он учился в суперколледже в Торонто. Я ему говорю, в каких программах он работал. Он говорит, что JavaScript он самостоятельно учит и в колледже ничему не учит. Ну, может быть. Я понимаю позицию колледжей и университетов, потому что они дают фундаментальные знания о том, как электроны крутятся вокруг этих проводов. Как работает там штука битбайт и какие-то основные штуки. Но прикладные вещи они не могут это делать. Потому что в этом году хайп у нас вокруг, допустим, Амазона. А в следующем году у нас вдруг Google стал лучше по каким-то вещам. А потом Microsoft подбежал, и мы такие оба сюда посмотрели, сюда посмотрели, это попробовали, это попробовали. И у вас уже есть свое личное впечатление. А университет не может, потому что у него программа не может меняться каждый год. Они не могут себе этого позволить. Вот, собственно, с этим мной связано. Поэтому это одна из причин, почему такая большая потребность в разработчиках. То, что компании растут, а новых человек, новых людей, новых людей, специалистов, их неоткуда сделать просто так. Типа, закажите нам еще дворников из Таджикистана. Нет, так не получится. Там, ну, типа, не подошел там, свистнул, у тебя полный автобус набился. Так не может быть. Так просто не может быть. Потому что время, чтобы стать дворником, это нужно, ну, от тебя лопата, вот делай вот такие вот движения, туда-сюда. А время, чтобы стать программистом, это должен пройти свой ментальный эволюционный процесс. Как-то так выразился. Эволюционирует программиста. Закончил какой-то сантехниал. Сантехниал. Ой, начинается сейчас. Я учусь. Ладно, ну что, уже потолить. Разбавить ваш разговор. Я жил в Торонто пять лет. Я учился в Сентенеале. Там есть один очень известный район, называется Скарборо. Там живут только представители определенной национальности в основном. И там реально ничего не учат. Ганни? Какой национальный? Арабы? Индусской. Индусской? У них это какая-то есть протекция, наверное? Точнее, там... Ну, это просто ихний район. Там реально 90% все оттуда, из солнечных стран Индии. Ну вот. Ладно. Какие-то местные... Местные... Местные истории. Сергей спрашивает. В курсе будет изучение TypeScript Next.js? Ну, TypeScript, да. Само собой. Без него уже куда? Никуда не пойти. Next.js. Да, он простой, как дверь. Да, мы его тоже делаем. Он тоже у нас есть в одном из проектов. У нас есть и тот, и другой. Вячеслав пишет. Я в Хамбер колледж на IT кибер-секьюрити учился. Ну, тоже хорошо. Тоже хорошо. Если у вас есть какое-то понимание, это лично не будет. То, что мы здесь троллим, прикалываемся, это не воспринимание. Это всерьез. Нет, это хорошо. Если вы где-то учились, это в любом случае лишним не будет. Да. Вам придется разобраться, как работает сервер, когда он сломался, когда он работает нормально. И когда вы это будете делать даже в своем микропроекте, вы будете туда записывать друзей вашего кота, то будет намного быстрее этот ваш процесс идти, чем вы будете идти по какой-то книжке или по какому-нибудь Udemy курсу. У меня большая претензия к Udemy курсу в том, что их много, но которые вот так тоненько-тоненько, вот где-то чуть выше дна, вот такой пленочкой растянулись. И они вас готовят к какому-то уровню, уровень 1,5, 0,5. Уровень 0,5. И большинство курсов готовят вот к этому уровню. Я хотел бы даже те курсы, которые типа Pro и так дальше, Ultra Pro, там нет никого Ultra Pro. Весь Ultra Pro уровень начинается тогда, когда вы начинаете решать проблемы реального мира. Марина пишет, муж работает программистом в Нью-Йорке, у него в команде были одни индусы, оплевался, говорит, что глупые. Ну, какие-то глупые, какие-то не глупые, по-разному. Ну, по-разному, абсолютно по-разному. Я работал с ним тоже. Ты тоже? Тоже? Да, я работал. Моим первым учителем на настоящей работе по Деопсу был парень с Непала. Это, кроме шуток, очень умный человек, на самом деле. И очень классный опыт. Да, подтверждаю. Я работал тоже с индусами. Я могу так сказать, что по менталитету, по менталитету, они, вот именно по национальному менталитету, они намного к нам ближе, чем местные американцы. Они вам намного быстрее скажут правду в глаза, чем местные американцы. Да? То есть вы поймете, вы по ним поймете. То есть они не могут. Ну, не знаю, по крайней мере, у меня такие были. Я в этом, мне намного комфортнее работать в среде, когда есть какая-то такая, ну, достаточно прямая линейность, чем вот такое, типа, поцелуй меня в плечо. И так дальше. Так, да, сделайте, добавляйте новые фишки. А, мексиканцы. Мексиканцы прекрасные тоже. У меня тоже в команде было несколько испаноговорящих. Прекрасно. Мне не с чем сравнивать, потому что их было намного меньше, чем индусов. И намного меньше, чем русскоговорящих, украиноговорящих. Поэтому нормальные, ребят, ничего не могу сказать. Поверьте, как бы большие компании, они не отбирают по цвету кожи или по каким-то другим характерам, признакам. Никто не хочет нанять к себе в команду человека, за которым нужно будет доделывать. А мы его возьмем, потому что она наша земля. Нет, мы возьмем того, кто будет делать работу. Мы на одних песнях вырастили. Джимми, Джимми. Да-да-да, они знают про это. Мы с ними это обсуждали. Да. Они руками. Виктор, у меня вопрос. Давай, давай. Я учусь сейчас на QA Automation. И мне сказали, что через два месяца, точнее в течение двух месяцев, можно перейти на FullStack. Я все думаю, либо QA Automation, либо FullStack. И то, и то мне родное. Но наверняка у вас есть какие-то знания с опытом касательно Калифорнии. Где в Америке, в Калифорнии, то есть по какому направлению больше рабочей нагрузки. То есть у меня есть друг знакомый, он программист. Он говорит, что он приходит с работы и весь такой нагруженный дома и хочет просто ни о чем не думать и отдыхает. А другой QA Automation знакомый. Он говорит, что вообще все быстро автоматизировано. И еще есть свободное время для другой работы. То есть вот этот вот... Для DoorDash, да? Для DoorDash. Да, то есть не для DoorDash, а, например, для еще одной QA Automation. То есть уже две работы совмещают и так далее. То есть вот этот стереотип, он правильный для Калифорнии или... Ну, хотел бы услышать поем мнению. Для Калифорнии это... Ну, да, есть такая. Тут двоякая ситуация. Тут двоякая ситуация в том, что... В том, что это правда. В том, что это правда. Да, когда ты работаешь, когда ты разработчик, у тебя ответственности больше, у тебя зарплата больше, у тебя перспектив больше и... Зависит от проекта. Зависит от проекта. Может быть так, что ты будешь работать, где у тебя все быстро тоже все складывается, потому что хороший фреймворк, все правильные процессы сделаны, все внутри чисто понятно. А может быть так, что ты будешь как QA Automation будешь там вычищать каждый раз всю эту конюшню, потому что там все за ночь они наделали. Поэтому тут так не скажешь. Но то, что он как QA Automation теоретически может взять две работы, это да. Я таких людей знаю. Я даже знаю, кто брал три работы одновременно. Ну, понимаешь, да, что, допустим, ты как фронтенд-разработчик дотягиваешься 180-200 тысяч и все. Это, в принципе, потолок. Нет, там есть отдельная категория компаний, которые платят больше, но у них и требования больше, и отбор сложнее, и, в общем-то, их просто меньше самих по себе. Так что не берем их вообще за выборку. Ну, где-то там 180-200. А если ты берешь, и чтобы дойти до этого уровня, тебе нужно года 3-4 очень усиленно с этим всем ковыряться, с кодом, с алгоритмами и так дальше. Как Automation ты можешь выйти на две работы, даже если ты каждый возьмешь по 120, по 130, тадам, и ты, в принципе, за год получаешь потом 250-260. Да, такое может быть при условии, что каждая из твоих работ не знает о том, что есть другая. То же самое, как с любовницами. Главное, чтобы они не знали друг о друге. Ну, и еще на трех работах ты очень быстро протянешь коньки. Точно так же, как и с тремя любовницами. Отличное замечание, очень в тему. Да, все верно. На трех работах тебе будет очень просто тяжело, ну, даже на двух работах тяжело с этими митингами. И ты постоянно работаешь в режиме Джеймс Бонда. Главное, чтобы не засекли второго и так дальше. Если это полмиллиона в год, Виктор, то, в принципе, какое-то время, конечно, так покорячиться можно, но через полгода тебе ничего не захочется, а через год, если ты выживешь, то тебя уже будет просто нечему выгорать, потому что пепел не горит. Да, да. Поэтому это реально. Либо ты привезешь кого-нибудь, и кто-то будет сидеть в твоей квартире и за вторым ноутбуком работать за тебя. Либо искусственный интеллект подключить, через полгода, может, что-то выйдет и будет за тебя отвечать. Не спасет. Не спасет. Про искусственный интеллект еще сильно рано говорить. Да, когда-то появятся хорошие инструменты, которые будут нам сильно облегчать, ускорять жизнь, но не в ближайшие пару лет. Так что спите спокойно. Так, что я хотел показать еще. Еще пару слайдов было. А, ребята, гид, гитхаб. Вам как бы не хотелось, но с ним придется подружиться, тем более это неизбежно. Это неизбежно, и он очень помогает в том, чтобы ваш код хранился. Вот видите, девушка с коробками специально. Все надежно. Все надежно. Тут непонятно, то ли она приходит на работу, то ли она уходит. Вот, но как бы то ни было, ну, обычно с такими коробками уходит. Как бы то ни было, ваш код будет все время с вами. Никуда он не денется. Деплоить, да. Вы можете еще подключить вот здесь второго коллегу или двух коллег, которые будут за вас работать, выполнять вашу работу под вашими аккаунтами. Ну, это так, это шутка. Это шутка, никого к такому не призываю. Это, ну, типа непрофессионально, но очень выгодно, наверное. Вы можете подключить еще к своему проекту кого-то. Вместе с ним работать будет веселее. Какие-то новые идеи, какие-то новые технологии, обсуждения. Всегда полезно. Если вашим приложением будут пользоваться кто-то, прекрасно. Вы только получите больше, больше эмоционального подтверждения, больше эмоциональной подпитки. Ну, что-то там. Либо есть какие-то проблемы, вы их будете решать и так дальше. Вот. И когда вы будете готовиться к собеседованию, обязательно, пожалуйста, решайте алгоритмические задачки. Нужно, чтобы вы их решали много, и они у вас не вызывали каких-то сложностей. Коробка подозрительно похожа на те, что девушка несла на предыдущем слайде. Да, вполне возможно. Да, и вот как я тоже показал, ходите на встречи. Там могут быть разные люди, могут быть какие-то интересные, могут быть какие-то не очень. Не обязательно с ними поддерживать связь, переписываться. Там вы получите эмоциональную тоже подпитку. Вот в виде социального такого одобрения. И будете видеть, что другие люди этим занимаются. Будете видеть их результаты. Там иногда приходят рекрутеры со своими визитками, чары всякие, нанимают. Заходите, и вы сделаете какой-то доклад. Ну, и в любом случае вам придется хотя бы даже пару слов сказать, что очень полезно. Вот. Еще один момент. Прямо последний пункт. Сделайте хорошее резюме. Сделайте хорошее резюме и подготовьте саму презентацию. Я знаю, что типа да, там все сделали, резюме хорошее. Но когда вы делаете резюме задней ногой, то оно точно так же людьми... Такой же результат задней ногой. Да. Да. Как вы там на шкле были. Да. То есть поработайте над своим резюме. Посмотрите даже вот у меня сколько есть роликов про резюме, про то, каким оно должно быть, что-то нужно делать, какие-то разборы. Приходите на занятия, кто вот наши студенты. Приходите по пятницам. Мы делаем разборы, резюме и всего остального. Приходите туда. Надо только для студентов. Если вы не студент, станете студентом, приходите на разборы. И вы должны... В который час? А? В который час, извините. В который? Спроси у менеджеров. Хорошо. Да-да. Там в какие-то дни веду я, в какие-то дни ведет Мишель. И еще один парень у нас есть, кто на английском тоже ведет эти занятия. Ну, я делаю разбор резюме, и мы делаем некоторые еще тренировки простых вопросов. Простых вопросов. Даже если вы просто отработаете резюме и несколько вопросов, типа tell me about yourself, about your project, about your passion, about your skills, about your falls, типа как вы там запороли, about your strengths, weaknesses и так дальше. То есть это все намного будет лучше. Но обязательно подготовьте на них ответ. Не надо импровизировать. Вы думаете, что ваша импровизация такая интересная? Но нет. Все хорошие импровизации заранее отрепетированы. Поэтому сделайте это. Вот особенно вот по... У нас было собеседование. Мы искали себе, не помню, кого-то Даша искала себе в помощников, в команду или в сейлс, или в саппорт, или еще там в маркетинг. Не помню. По-моему, в саппорт или в сейлс. Я на том собеседовании не был, но она мне говорит, все прошло хорошо, но последний вопрос у меня просто как бы все, поставил точку, как бы окончательно. Я поняла, что это не наш человек. А обычно в конце спрашивают, типа tell me about... Не-не. В конце спрашивают, что спрашивает этот Алексей? Какой последний вопрос рекрутера? У рекрутера... Но дело в том, что я же не провожу рекрутерский. На техинтервью обычно мы спрашиваем, какие у тебя вопросы к нашей компании. Ну, то есть вот... Вы к тебе проинтервьюировали, все круто, а теперь, пожалуйста, по результатам нашего собеседования, какие у тебя вопросы к нам? Да. То есть, есть ли у тебя вообще что-нибудь спросить? Вот, вот. Я именно про... Подожди, 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 подожди. Не-не, договори, 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 чтобы я... Ну, ладно, не. Ну, да, в принципе, если человеку глубоко все равно, то тогда ты понимаешь, что он тебя даже не слушал, чисто интервью на конвейере. А если он задает какие-то вопросы, при этом он провел вообще даже ресерч-компании перед интервью, то это вообще вишенка на торте. То есть... Так вот, к той истории. Нам привело это собеседование и вопросы у девушки-кандидата. После того, как я выйду на работу, как скоро я могу взять отпуск? Замечательно. Ну, да, это эпик фейл. Ну, прикинь? Ну, как так? Просто как так можно? Ну, как люди сами себя... По сути, это как бы против себя же, правильно? Выстрел в ногу называется. Зачем это делать? Ну, может, иногда дают адекватный ответ, или же это был такой тест тоже на адекватность в какой-то мере. Не, мы неадекватны. Ну, мы неадекватны. Ну, да. Мы как работодатели... Ну, у нас... Да, давай так. У нас свое видение, да? Мы работаем с теми людьми, с которыми мы хотим работать. Почему мы должны заставлять себя работать с теми людьми, которые нам не нравятся? Ну, так же? Мы смотрим кандидатов. Так же, как и люди ходят на собеседование, они смотрят кандидатов и такие, ой, мне отказали. А что вам отказали? Ну, наверное, были какие-то причины, правильно? Ну, там, не понравились. Множество. Тут даже тяжело сказать. Да. Может, у меня три года не было. Да, все равно. Ну, как бы, тогда возьми отпуск, а потом ищи работу. Заводи зарядку, пожалуйста, на телефон у тебя. Ой, у кого-то микрофон. Еще хочу сказать такой вопрос. Если кем вы видите себя через пять лет, если отвечать, я вижу себя на вашем месте, то это очень даже грубо. Вопросов обычно нет уже. Тоже редкость. По-другому там надо задавать. Какой у тебя девелопмент патт? Да, 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 да. Ну, в любом случае, это об одном. Да, я вижу не то, что я хочу стать вашим директором и уволить вас. Это, ну, такие вот вещи. Но это не про правду. Это про то, как они, ну, как вы себя представляете, то есть будете ли вы на своем месте, или там хотите развиваться куда-то. Да нет, я хочу у вас поработать пару месяцев, а потом я уезжаю. Потом беру отпуск. У меня потом декретный отпуск, и все, до свидания. Про медстраховку, да, вы можете спрашивать, но есть интервью техническое, они вам, вы с ними общаетесь, а есть интервью с этим, кто там, HR. Да, вот с HR вы только про медстраховку и обсуждаете. Да, да, да. Это точно не к технарям. Типа, ребята, да, все прекрасно, мы тут с вами порешали задачки, а теперь скажите, а страховка где у вас там? Или по каким дням у вас тут эти бесплатные еды? Или по каким дням бухаем? Что в некоторых компаниях есть и такой день. Серьезно, не шутка. Ну, это опционально, это не обязательно. Ладно, тут я вам тут всяких историй рассказал, было очень весело. И проходите собеседование. Без того, чтобы проходить собеседование, вы, во-первых, хорошо выглядеть не будете, если не завалите хотя бы десяток собеседований. Но желательно, чтобы вы заваливали собеседование и интервью, которые для вас не решают чего-то. Потому что вот, ну, конкретно вот история. Наш выпускник дал, пригласил к себе на интервью студентов. Сказал, мне нужно два человека отобрать. К нему пришло несколько человек, кого он выбрал. И он мне сегодня говорит, ну, люди не готовы к собеседованию. Они рассказывают какой-то бред просто. Почему они говорят о том, какая у них тяжелая жизнь сейчас и так дальше. Я не хочу это слышать на собеседовании. Даже если мы с тобой, в общем-то, хорошие, ну, я понимаю, откуда ты. И так дальше. Понимаете? Поэтому не, как бы, не наговаривайте на себя. Да, проходите собеседование, устраивайтесь на работу. Мы с этим вам поможем. Вот наш телеграм. Кто еще туда не добавился, сфотографируйте прямо сейчас. Может, через пару секунд я перестаю на следующий слайд. И успели? Успели, не успели? Так. Вот здесь ссылка, опять же, туда же, на эту бесплатную платформу. Ребята, давайте вопросы. Задавайте. Есть вопрос, только голосом. Если, допустим, работаешь уже в QA Automation и хочешь перейти на девелопера, от компании поможет рекомендация, чтобы тебя устроили в другой компании, по другой уже профессии, получается, программисты. Ты не можешь, ты не можешь. Точнее, маловероятно, что то, что старое резюме, которое сработало, когда ты нанимался, как QA Automation, маловероятно, точнее, оно вообще не сработает, не поможет тебе, если ты будешь идти как разработчик. Поэтому тебе нужно будет делать новый резюме. С нуля, да, идти. И когда устраиваешься, ничего не поможет, что было в прошлом. Понял. Ты не можешь говорить, что ты работал QA Automation, а тут он тэц-дыц и стал разработчик. Понял. Понял. Легенда. У вас есть определенная легенда, в которой вы это все делаете. То есть заново начинает строиться карьера. Получается, сменил Automation, значит, все, программист, новая карьера и пошел опять с нуля. Ты можешь, да, ты можешь писать про какой-то опыт в тестировании и так дальше, но его нужно натягивать. Ну, нужно создавать хорошую историю и говорить, что да, я был QA Automation, но мне пришлось там, не пришлось даже, поменялись приоритеты, я подучил немного, потом дальше пошло-поехало и желательно это делать на 3-4 года назад. До нынешнего момента. Спасибо. Абсолютно верно, да. То есть вот правильно сказал Алексей, что ты можешь говорить, что ты был QA Automation года 3-4 назад, а после этого тебя туда нужно добавить опыт какое-то подтверждение прикрытия. Легенда – это вопрос, это ответ на вопрос, врать или не врать? Нет этого. Все, кто находится в рынке труда, вы что думаете, они пишут свою автобиографию, основанную на реальных событиях? Это что, резюме по реальным событиям? Любого возьми. История ужаса. Да, да, да. А! Я вам скажу другое. Короче. Смотрю на резюме, на резюме в LinkedIn и смотрю на резюме, например, на работа UI, там Headhunter или на Avito, где-нибудь еще. Я не принципиально в этом вопросе. Смотрю. Человек, допустим, программист, ну смотрю, например, там, фронтенд, кто у нас сейчас на фронтенд или какую-нибудь еще технологию, например, какой-то Java, Java какой-нибудь бэкэндщик, мне нужно там поговорить или консультацию взять. Смотрю. Пишет, работник какой-то там, работник СТО, потом вахтер, водитель троллейбуса, ба-бах, Java разработчик. Да, понимаете? Какого мне вообще знать, что ты был вахтером, лифтером и так дальше, водителем троллейбуса до того, как ты стал Java разработчиком? Мне интересно смотреть, каким ты был Java разработчиком. Мне вообще неинтересна вся остальная твоя история. Понимаете? И возьмите это как за совет. Вячеслав говорит, я сегодня ходил на собеседование, правда тоже, не душка приврал, и так ножкой по шаркам. Тут дело не врать, не врать. Здесь дело в том, какое впечатление вы производите. Если в вашей истории многие вещи не состыковываются, ну просто пришлите резюме, давайте посмотрим на него, хоть понять. Мне без разницы, где человек работал, лихтером, вахтером, но главное, чтобы он в своем резюме и во всем основном писал релевантно позиции. Какой он там Java разработчик. Может быть, когда он был водителем троллейбуса, он делал какой-то свой проект. Мне неинтересно знать, жарил, где он там котлеты. Мне интересно знать, какой у него опыт, и все только по той теме, по которой он подается. Просто я смотрю резюме, даже пару дней назад смотрел, я удивляюсь просто, насколько это, ну, ну, зачем? Зачем? Вот человек говорит, он разработчик баз данных, зачем он пишет там всю свою историю с 17 лет? Она не нужна там. Она просто не нужна. Вот. Ладно. Рассказал вам тут о своих тоже переживаниях, послушали. Завершаем. Завершаем наше собрание. Резюме следующее. Учитесь, у вас все получится. Делайте, тоже все получится. Если нужна будет какая-то помощь от нас, без проблем, расскажем прямо без каких-либо уходов от ответов. Если нужно будет поговорить с кем-то, напишите Маше, Марине, Лилие, они всегда на связи, практически, это их телеграммы. Пишите им в телеграммы как быстрее всего. И начинайте учиться. Начинайте учиться. Начинайте хоть с чего-то. Начните хоть с Киэя. Потом можете перейти, в рамках нашего обучения вы можете перейти с одной вон в другое. Это, с этим нет проблем. Хорошо? Хорошо. Ребята, может быть, есть какие-то еще пара вопросов, будем тоже расходиться. Нет, да? Ну, в принципе, мы хорошо пообщались с вами. Мэри спрашивает, если уже учил JavaScript, HTML и Backend. Ну, учил JavaScript, давай на Frontend, начни с этого. Расскажите, почему нельзя две работы одновременно? Я выше вопрос написал. А, почему нельзя? Да нет, можно. Можно. Нелегально ли это? Ну, вы подписываете с каждой из компаний соглашение о том, что вы больше нигде не будете работать. Но они никак не могут проверить, что работаете вы где-то еще или нет. Подработка по вечерам? Ну, нет. Имеется в виду, что, типа, две работы в QA-ных компаниях. Причем это могут быть даже конкуренты друг с другом. Нет, это чисто такой вопрос, как вы, как вы это сделаете. меня интересует цена учебы. Так, цена учебы напишите. Напишите Маше, Лили, Марине. В зависимости от программы, по которой вы хотите учиться, будет и цена. Так, Федор говорит, крутой митинг. Диана, спасибо. Очень объемно пишут. Спасибо, спасибо, ребят. Я надеюсь, мы спасибо. что-то полезного решили, вам что-то помогло, может быть, что-то вас смотивировало. Приходите, мы всегда рады новым студентам. Мария спрашивает, есть курс на фронтенд отдельный или можно взять вторую часть с фулстека? Напиши, напиши кому-то из менеджеров, они тебе просто вышли от программы, ты посмотришь. Ты посмотришь. Мне кажется, я по аватарке вижу, что лицо знакомое. Может, ты много раз уже ходишь к нему. Да, да, много? Но ты еще не наш студент, да? Гори. Нет. Спасибо за ваше время учебы, вдохновляет. А, уже? Ну, короче, напиши, все, они тебе все скажут. Да, вдохновляем на учебу. Спасибо, мы еще, у нас будут еще IT-ланчи по городам, приходите, там еды не будет, сильно много, так что не ведитесь на слово ланч. Все, ребят, давайте, увидимся, приходите на встречи, записывайтесь в группы, учитесь, начинайте, начинайте, если нужна будет какая-то помощь от меня, пишите мне в Телеграм, чем смогу, советом помогу. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok,